Добрый вечер! В эфире тугой выпуск Вести Молдова в студии Олеся Коряк. В начале коротко о главных событиях первого рабочего дня этой недели. Наталья Герман, временный премьер-министр. Указ о назначении президент подписал этим утром. Зинаида Грещона и Эйдерин Киртуак и в гонке за кресло столичного мэра идут ноздря в ноздрю. Но все-таки на чьей стороне перевес узнают из нашего выпуска. Первое молдавское золото на первых европейских играх. Победу в состязании сегодня одержала наша метательница диска. А теперь об этих и других событиях подробно. Временным премьером стала министр иностранных дел Наталья Герман. Ее своим указом на эту должность назначил сегодня президент Николай Тимофти. И сегодня же провел заседание с действующим Кабмином. Тимофти просил Временное правительство ответственно и своевременно обеспечивать выплаты и прямые поступления, экономические и дипломатические процессы, безопасность страны и граждан. Согласно Конституции, временно исполняющий обязанности Кабинет министра выполняет лишь обязанности по управлению общественными делами до присяги нового Кабмина. Президент страны должен в течение максимум трех месяцев с момента отставки правительства назначить новую кандидатуру премьер-министра. По закону, прежде чем назначить кандидата, Николай Тимофти должен проконсультироваться с парламентскими фракциями. Начать консультацию он обещал после второго тура местных выборов, то есть на следующей неделе. Ну а пока на время исполнения обязанностей премьера Наталья Герман абициозных целей перед собой не ставит. В то же время я надеюсь, что этот период исполнения обязанностей будет как можно короче, потому что гражданам Молдовы необходимо стабильное ответственное правление для того, чтобы в первую очередь продолжать проевропейские реформы. Возвращаясь к теме предстоящего второго тура местных выборов. У Зины Дагричаной больше шансов занять кресло столичного градоначальника. Об этом говорят результаты исследования Ассоциации социологов и демографов, согласно которым во втором туре кандидат от социалистов наберет 51% голосов. Но есть несколько но. Либерал Дарин Киртаке уступает гречаной немного, да и неопределившихся пока не так уж мало. Второй тур местных выборов разделил Кишинев на два примерно равных лагеря. Первый с небольшим перевесом в 2% готов проголосовать за кандидата от социалистов Зинаиду Гречаную. То есть гречаную видят мэром Кишинева 51% горожан. Второй лагерь избирателей, а это 49% населения столицы, намерены поддержать выдвиженца либералов Дарина Киртаке. Кому достанутся голоса проигравших кандидатов, социологи тоже выяснили. Так Дарина Киртаке получит поддержку сторонников Уазу Нантоя, Олега Бреги, Серафима Урикяна и Моники Бабук. А за гречаную проголосуют избиратели Лиана Кашу и Василия Киртоки. Между тем, четверть кишиневцев и вовсе пока не определились с выбором, а потому, скорее всего, именно они и будут решать судьбу кресла мэра. Явка во втором туре, по прогнозам, будет низкой. На участки для голосования готовы прийти лишь треть избирателей, а 17% уже решили, они на выборы не пойдут. И это беспокоит социологов. У окружного бюро Кишинева много работы, у кандидатов много работы, чтобы заставить, мотивировать население выйти на выборы своими предвыборными платформами и встречами с избирателями. Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов с 16 по 20 июня. В нем приняли участие 1147 жителей муниципия из пяти секторов столицы и 12 пригородов. Второй тур местных выборов пройдет всего в 457 населенных пунктах страны. Сегодня же оба кандидата в мэры поведали о планах благоустройства столицы. Далин Киртака собирается активно утеплять многоэтажки. Деньги на проект дает иностранный банк. Этот же пункт есть и в программе Зинаида Гречаной. Но у нее в планах полностью сменить градостроительную стратегию. Покончить с незаконными постройками – часть этой идеи. Оба кандидата в мэры сегодня разошлись по разным столичным районам. Далин Киртака отправился по адресу георгемадам 46. На фоне пятиэтажки, которую сейчас утепляет снаружи, кандидат в мэры столицы рассказал, что проект по энергосбережению жилого фонда фактически стартовал. Европейский банк инвестиций согласился выделить на его реализацию полмиллиарда евро. У меня в руках уведомление от Европейского банка инвестиций о том, что 15 июля, то есть через три недели, в Кишнев прибудет делегация от банка и других партнеров, чтобы запустить первый транш в размере 20 миллионов евро на 2016 год и, соответственно, составить список домов, которые будут включены в первый этап. Однако внести свою долю в 5-10 тысяч леев придется и самим жильцам. Заменить окна в подъездах, отремонтировать крыши и вентиляционные системы, реконструировать внутридомовые инженерные сети после победы на выборах намерена и Зинаида Гречаная. Но первым делом она объявит бой незаконным постройкам. Сомнительные авторизации мэрия отменят, а дальнейшие разрешения будет выдавать строго в рамках градостроительных норм. За последние 8 лет Кишнев лишился 570 гектаров земли. Многие участки уступили, другие продали по символической цене. Ранее мы представили список советников ЛП, которые осуществляли или осуществляют строительство на данных участках. Зинаида Гречана уточнила, что за последние три года социалистам при помощи юристов удалось остановить более 300 нелегальных строек и подать в суд более 1200 обращений. Поднять уровень жизни кишиневцев. Эта задача стоит первой в списке, которую должен выполнить новый мэр. Рейтинг ожиданий столичных жителей мы составили на базе последнего соцопроса Ассоциации социологов и демографов. Каждый пятый участник опроса считает, что приоритетом градоначальника должно стать улучшение качества жизни в столице. Это первое место в списке пожеланий кишиневцев. На втором месте – искоренение коррупции, личных и групповых интересов. Также мэр должен повлиять на криминогенную ситуацию. Это третий приоритет, по мнению граждан. На четвертой строчке – социальная инфраструктура. Жители ждут от нового мэра доступного жилья, образования, здравоохранения. Ну и многие кишиневцы также уверены, что новоизбранному градоначальнику следует срочно навести чистоту и порядок в городе. К другим темам. В Молдове помнят тот страшный день, когда весь Советский Союз содрогнулся. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР без объявления войны. Бомбить с воздуха начали сразу по нескольким городам. Но фашистским войскам не удалось сломить многонациональную союзную армию. А 22 июня навсегда останется в памяти поколений, как День памяти и скорби, который в Молдове отмечают ежегодно. День памяти погибшим в Великой Отечественной войне пришли отдать сотни человек. Первыми на мемориал пришли сотрудники российского посольства. Люди несли с собой цветы и молчание. Это не обязательно такой день, но вот так вошло в нашу историю. И в России сегодня возлагаются цветы, венки, Вечным огням, мемориалам погибшим воинам. С тем, чтобы помнить, что этот день сегодня, он очень печальный день. Ничто не заставляет так ценить мир, как война. Особенно призывают помнить об этом военные. И нужно прекрасно понимать, что если мы забудем последствия той войны, то она не придет неизбежно вновь. Мир нужно беречь, каким бы хрупким он ни был, его нужно беречь и делать для этого все. Из молдавских политиков, почтить память, миллионов жертв самой страшной войны человечества, пришли на мемориал только социалисты. Депутаты и сторонники также возложили цветы к Вечному огню и поддержали ветеранов. Мы твердо стоим на позиции, что нужно поддерживать ветеранов, которые остались в живых. Их не так много осталось. Примерно тысяча ветеранов, которые должны получать нашу поддержку каждый день. И мы будем рядом с ними. Ветераны же призывают молодежь не только помнить и жить в мире, но и ценить то, что есть у нас сейчас. Я в 15-летнем возрасте стоял у токарного цанка. Работали по 12, по 14 часов. Получали 800 грамм хлеба. Вот 800 грамм хлеба на сутки. Раньше мы думали, когда мы хлеба наедимся, а сейчас идешь, там, где выбрасывают мусор, и хлеб валяется, и сердце сжимается. Более 20 тысяч жителей Молдовы были призваны в румынскую армию и воевали против Советского Союза. Из них 5 тысяч погибли. После Яско-Кишиневской операции воевать с фашистской Германией ушли почти 260 тысяч молдован, из которых погибли больше 40 тысяч. Общие потери СССР в Великой Отечественной войне оцениваются в 26 миллионов человек. Но вернемся в день сегодняшний. Решить решили, а механизм перехода на цифровое вещание так и не продумали. Это выяснилось сегодня на слушании в парламентской комиссии по СМИ, посвященном этой теме. Процесс отказа от аналогового сигнала в нашей стране будет длиться три года. А пока и аналог, и цифра будут транслироваться параллельно. Как именно и пытались выяснить сегодня депутаты вместе с телерадиовещателями. Три национальных и 21 региональный мультиплекс должны построить в Молдове. Это своего рода центры цифрового вещания, которые могут подключаться от 12 до 15 телерадиоканалов. Так, цифровых телевидений с общенациональным охватом должно быть в итоге минимум 42. Но задача сейчас заключается в том, чтобы построить хотя бы один мультиплекс. И право первопроходца отдали госпредприятию радиокоммуникации, учредителем которого является Министерство информационных технологий. Затем эти центры смогут основывать и частные компании. У телерадиовещателей назрело много вопросов, которые, по их мнению, должны были решить давно, а не сейчас, когда процесс пошел. Как будут выдавать новые лицензии, к примеру, не ясно. Тем более, что у некоторых каналов они действуют до 2021 года. Как эта процедура происходит? Потому что в законе этого четко не прописано. Каждый может отдавать это по-своему. То есть, если эти лицензии отзываются, то тогда на каком основании отзываются? В законе это тоже не прописано. То есть, здесь есть казус юридический, как правильно сказать. Непонятно и стоимость услуг мультиплекса для телерадиовещателей. Сегодня ни представители Министерства, ни компании радиокоммуникации так не смогли ответить на этот вопрос. Да и как быть с небольшим поначалу разнообразием каналов, и какие именно телевидения войдут в первый мультиплекс, критерий также не разработали. Если неизвестно, когда появятся второй и третий мультиплексы, уже в первом мы должны предоставить гражданам полное разнообразие сервисов и программ. И не только, к примеру, пять основных каналов общего плана, но и специализированные, спортивные, культурные и так далее. Между тем, изменения телезрители ждут не только в этом. Ведь цифровой сигнал без дополнительных приспособлений принимают лишь телевизоры нового поколения со встроенным тюнером. А вот для приема цифрового сигнала на телевизоры прошлого поколения необходимо установить специальный адаптер, стоимость которого порядка 40 долларов. Раньше предполагалось, что для 200 тысяч социально уязвимых семей декодеры предоставят бесплатно. Но, похоже, пока этому не бывать. Благо, заявляют чиновники, эта проблема не стоит так остро. Впереди еще три переходных года. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Вице-премьеры России и Молдовы встретятся в Москве послезавтра. Повестку дня стороны пока не комментируют. «На этой встрече как раз следует определить круг вопросов первостепенной важности. Это будет целый спектр вопросов торгово-экономического характера», сказал онлайн-изданию «Ньюсмейкер» Виктор Осипов, отметив, что он не хочет делать каких-то заявлений до встречи с российским коллегой. Среди наиболее острых вопросов двухсторонних отношений, в разрешении которых заинтересован Кишинев, российская эмбарго на молдавский алкоголь, фрукты и плодо-овощную продукцию, проблемы, с которыми сталкиваются в России трудовые мигранты из Молдовы и Приднестровское урегулирование. Напомним, последняя молдавско-российская встреча на высшем уровне прошла в конце мая в Казахстане. Тогдашний премьер Молдовы Кирилл Габурич поговорил со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым на встрече глав правительств СНГ. Премьеры обсудили текущее состояние дел и перспективы развития двухсторонних молдавско-российских отношений. В Днестре и Гедегиче запрещено купаться. В ближайшее время на пляжах реки и водохранилища обещали повесить таблички с предупреждением. Эти меры кишиневские власти приняли после того, как в Днестре и Гедегическом озере обнаружили опасные бактерии. Об этом сообщил на оперативном заседании в мэрии директор Ассоциации зеленого хозяйства Елеферий Харутса. Столичный центр общественного здоровья по итогам анализа воды в озерах парков Долина Рос, Лаезвор, Валя-Морелор и Нарышкановке не рекомендуют купаться в этих местах. В пробах воды из Днестра и из озера Гедегич обнаружили холерный вембрион. Также установили, что песок на пляжах Днестра и озер в Долине Рос на Рыжкановке и в Гедегиче заражен яльцами гельминтов. Первое золото Молдовы на Европейских играх. Медаль нашей сборной принесла метательница диска Наталья Стратулат. Молдавская дискоболка метнула снаряд на 55 метров и 8 сантиметров, принеся первую высшую награду в копилку молдавской сборной на Европейских играх в Баку. Наталье Стратулат удалось метнуть диск на метр с лишним дальше своей ближайшей конкурентке из Черногории. Всего наши спортсмены смогли завоевать в Азербайджане одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали. Первые Олимпийские игры закрываются 28 июня. И напоследок новость для тех, кто собирается в отпуск в Европу. Полезно знать, где какие цены. Тем более в странах Евросоюза стоимость одних и тех же товаров может отличаться почти в 3,5 раза. Свидетельствуют результаты опубликованного исследования «Еуростат». Так, самые дешевые продукты питания можно приобрести в Болгарии, Румынии и Польше. Цена на них в два раза меньше, чем в среднем ПС. Алкоголь и сигареты выгоднее всего покупать также в Болгарии, а еще в Венгрии. Там цены на эти товары составляют до 65% от среднеевропейского показателя. Особенно эту разницу могут ощутить жители Ирландии и Великобритании. Им за выпивку и сигареты приходится переплачивать 70%, в отличие от рядовых европейцев. Самая дешевая одежда продается в Венгрии примерно на 30% дешевле, чем в среднем по Европе. Бытовую технику выгоднее всего покупать в Польше и Чехии. Впрочем, самый заметный ценовой разрыв наблюдается в сфере общепитой гостиниц. За один и тот же пакет услуг в Дании нужно заплатить в три раза больше, чем в Болгарии. В целом, как следует из мониторинга «Еуростат», в 2014 году дороже всего было закупаться в Дании, Швеции и Финляндии. Уровень цен в этих странах на 20-40% превышает среднеевропейские показатели. А вот наиболее экономный образ жизни можно вести в Польше, Румынии и Болгарии. Уровень цен здесь почти в два раза ниже, чем в среднем по ЕС. Таким был этот день. Напомню, еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды и вечерние вести наших российских коллег. Я, Жаля Секаряк, на этом с вами прощаюсь. Удачной вам рабочей недели и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова